Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из Парижа. Прямо к самолёту привезли. Какое красивое. Спасибо. А теперь о самом главном. Я был у Анны. Закончил третий год с высшим баллом. Скучает. Передаёт тебе привет. Такая красавица стала. Будь замечательный доктор. А это Курт. С друзьями. Один шаг до офицера. Я обещал, что на выписку из училища мы прилетим. Обязательно. У них скоро учение. Попросил перевести его на восток. Почему? Скоро узнаю. К концу сорокового года на Гитлера работает вся европейская промышленность. Германия кажется непобедимой. У неё лучшие в мире танки, миномёты, артиллерийские орудия, самолёты. У неё испытанные в боях солдаты и офицеры. Общая численность вермахта составляет более семи миллионов человек. Но в Кремле уверены, Германия не решится на войну с Союзом раньше сорок второго года. Пока не одержит победу над Великобританией. По первоначальному замыслу Гитлера, вермахт должен был напасть на Советский Союз весной сорок первого года. Планы поменялись в последний момент. Фюрер временно отложил наступление на восток и направил войска на Балкан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игünf Рос Sefult Да, спасибо Воронье. Все хорошо. Не понимаю, Гитлер заключил договор о ненападении чуть ли не со всей Европой. Ну, это не помешало ему начать войну? Да, Гитлера. Любой договор — это просто бумажка. А японцы этого не понимают? Это все понимают, не только японцы. Но каждый верит в то, во что он хочет верить. Ну, да. Вот, передашь это связному. Да пошел. Сам передавай, если тебе нужно. Я больше не пойду. Эдит, ты опять начинаешь? Не трогай меня. Ты специально это делаешь? Ждешь, что меня арестуют, а сам спокойно будешь шляться по девкам? Что ты несешь, дура? Заткнись! Сам заткнись! Ну, ты граби, деба! Вы что, забыли, зачем мы здесь? Чем мы здесь занимаемся? Ну, ты же мне обещала. Ну, ты же мне обещала. Эдит, ты много раз это делала. И каждый раз ты это делала блестяще. Вот именно, много раз. И только я знаю, чего мне это каждый раз стоило. Ну, послушай, Анна здесь. Анна недавно приехала. Она не знает города, она не знает языка. Мне некого больше послать. Анна нашла на квартир. Поехали. Н胡 underiau. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините. Здравствуйте. Не подскажете, где тут можно нормально поесть? Это не так-то просто. Хотя за углом дивная французская булочная. Там всегда есть вкусные круассаны. Большое спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принесли? Да. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отвернитесь. Мне нужно поправить чулок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ублюдок. Дверь. Стерва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходи. А где Бранков? А где Бранков? На работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересная такая работа. Глаза косые, сиськи маленькие. Зовут Йосика? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да не говори ерундой. Поверь, я бы знал. Ну да, ты же разведчик. Я тоже. Вот, нашла это у него в кармане брюк. Давай выпьем, Рихард. И что ты собираешься делать? Развод, я его больше не люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И я ухожу. Я не могу здесь больше жить. Как же я ненавижу эту страну. Как же я ненавижу эту работу. Как же я ненавижу этот проклятый Токин. Как же я ненавижу тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя ненавижу Алло. Здравствуйте. Я редактор агентства ГАВАС. Бранко дал этот номер для экстренной связи. Передайте, пожалуйста, что мы его ждем в агентстве ровно через полчаса. Хорошо, господин... Господин Энсен. Хорошо, господин Энсен. Благодарю вас. Черт бы вас всех побрал. Что там? Звонил господин Энсен. Ты с ума сошла? Что у вас происходит? Судит. Рихард, все кончено. Она хочет подавать на развод. Ты прости, я не успел тебя предупредить. Но мы с ней разные люди. Она хочет уехать к сестре. Рихард, что мне делать? Что тебе делать? Что нам делать? Я запрошу Москву за решение о вашем разводе. Рихард, прости. В связи с создавшейся ситуацией, прошу Центр дать разрешение на развод Джигала с женой. Рамзая. Слушай, чем они у тебя там занимаются? Это разжидка или бордель? Рестораны, женщины. А теперь развод. По-моему, они слишком шикарно живут за деньги трудового народа. Да тут дело-то не в деньгах. Мы ведь и так урезали финансирование группы Рамзая больше, чем наполовину. Товарищи живут на деньги самого Рамзая. И на те средства, которые зарабатывает мастерская Макса Клауза. Значит, мало урезали. Советскому человеку в голову даже мысль не может прийти. О разводе. Тем более, если этот развод разрушает тело. Согласен. Но если мы оставим жену Джигала в Токио, главное, черт с ней, пусть едет. Только не за наш счет. Хорошо. Нет, не надо еще. Будем надеяться, нам нужна нефть. Понимаешь? А в этой ситуации прости. Прости Курс. Я тебя покину. Рихард! Привет. Ты что, вчера перепил, что ли? Прими мое поздравление. С чем? Да ладно. Это глянцевая галоша от тебе ничего не сказал? Берлин официально признал тебя лучшим журналистом Рейха на Востоке. Ты рад? Даже не знаю. Я как-то не очень чисто любив. Да ладно. Брось. Все мы хотим быть лучше других. Я, например, тоже мечтаю о повышении. И, может быть, меня наконец переведут куда-нибудь из этой чертовой дыры Японии. Давай присядем. Келлер. Два чая, пожалуйста. Надоели эти косоглазые. Представляешь, они обратились к нам с просьбой предоставить им новейшие радиопеленгаторы фирмы «Сименс». Я спрашиваю у Кавайа, зачем? Глаза опустил, молчит. Стыдно. На том под большим секретом признался мне, что здесь у них в Токио уже несколько лет действует какой-то передатчик. Контрразведка буквально с ног сбилась. Кавайа пинают на каждом заседании. Сегодня они встречаются с ОТО. Поезжай с ними. Я хочу знать, о чем они будут говорить. Они считают, что здесь действует какая-то крупная разведывательная группа. Если это так, то я должен об этом знать. Перестань. Обычная японская шпиономания. Благодарю вас. А они принимают своих радиолюбителей из иностранных агентов. Это же смешно. Знаешь, в Гамбурге был похожий случай. Мы искали один радиопередатчик, который каждую ночь выходил в эфир и передавал одно и то же, три восьмерки. Когда его арестовали, оказался обычный шизофреник. Сидел в гестапо, трясся, слюни пускал. Извинялся. Плакал. Выяснилось, на языке радиолюбителей три восьмерки означает «я вас люблю». Так вот этот идиот решил признаться в любви всему миру. А гестапо буквально месяц стояло на ушах. Ну и что вы с ним сделали? Посадили по обвинению в симпатиях к коммунистам. То есть? Ну он же передавал «я вас люблю». Коммунисты могли принять это на свой счет? Ну да. Да, железная логика. Я все правильно понял? Ты просишь перевести тебя под начало Кавайи. Ты же сам говорил, что с ним невозможно работать. Да. Но теперь я хочу довести расследование с передатчиками до конца. Хорошо. Я подготовлю приказ. Переходи в группу Кавайи. От имени японского правительства я хочу поблагодарить немецкое посольство и лично вас, господин посол, за передачу в наше распоряжение новейших каленгаторов. Это наша общая борьба. Американцы чувствуют себя как дома у нас в Токио. Мы не можем наслить их. Убьем одного, на его место приходят другие. Их рация не умолкает. А теперь им всем придет конец. Американским? Да, само собой. Русская разведка уже провалилась, когда в наши руки попал Люжков. Вы помните такого, надеюсь? Да, конечно, конечно. А, кстати, что с ним? Он свел счеты с жизнью. Ха-ха-ха-ха. Какая глупость. Господин полковник. Ты что здесь делаешь? Назначен командиром полицейской роты. Прибыл в ваше распоряжение. Даже не думай. Уходи. Со мной ты работать не будешь. Иди, иди. Прошу прощения, господин посол. Надеюсь, немецкие специалисты помогут нам освоить эту технику. У нас, ну, и значительные проблемы с кадром. Господин полковник. В чем дело? Не слышал, что я сказал? Я ошибался. Приношу свои извинения. Вы были совершенно правы. Что ты там бормочешь? Не слышу. Виноват, господин полковник. Я допустил ошибку. То есть признаешь, что ты болван? Да. Так точно. Признаю. Что ты признаешь? Что я? Болван, господин полковник. Ладно. Работай. Я сделаю из тебя настоящего полицейского. Как вы строили, господин полковник? Мне больше, чем надо. Дураков следует учить. Этот идиот серьезно доказывал мне, что доктор Зорге – русский шпион. Интересно. А почему он так решил? Вы не догадаетесь. Потому что вы рыбу ловили. Я отстранил этого идиота от ведения дел. Дай ему волю, он пересажает все немецкое посольство. А сейчас, господа, я приглашаю вас на обед. Отметим сегодняшнее событие. Макс. Спасибо. Привет, дай листа. Привет. Дураков. Заботы поднимают с раннего утра и работают они до глубокого вечера. А ночью их мучают кошмары. Прибыль, убыль, дефицит. Срочно нужен профицит. Не прикидывайся. Не прикидывайся. Сердце будешь. Выскакивает ли она, видишь? Надпись. Макс Клаузен. Нико. Тем не менее, наша фирма покрывает расходы групп и еще кое-что остается. Несмотря на то, что Москва сократила финансирование в два раза. Еще эта история с Эдит. Да, это моя вина, ребят. Не надо было давать разрешение на рождение твоего ребенка. Не надо. Раз ты, Господь Бог. Ну, я отвечаю за каждого члена группы, Макс. А мне жаль, Эдит. Она выгорела. Но если бы она еще оставалась здесь, это было бы опасно для нас. Кстати, я могу работать вместо нее. Ваши документы, пожалуйста. Документы. Паспорт, пожалуйста. Паспорт. А что у вас в сумке? Что это? Да, я хочу посмотреть. У меня есть куры. Понимаете? У меня есть куры. Курица? Это, вот это. Это, вот это. Это корм для кур. Куры. Для курицы. Корм для курицы. Аригато. Аригато. Понятно. Спасибо. Аригато. Спасибо. Аригато. Аригато. Он подошел и стал лезть в мой узелок. А на то, как тебе в голову могло прийти прокурт. Ко-ко-ко. Наверное, от страха. Ладно, ребят, теперь давайте серьезно. Макс, нужна связь с Москвой. Есть очень серьезная информация. Первая, от Херфера. Боюсь, что для Гитлера пакт о ненападении с Советским Союзом. Всего лишь бумажка для отвода глаз. А вторая информация, это от Заки. Херфер уламывает каное повернуть в Японию. С юга на север. И что, принц? От Заки призывает его не верить Гитлеру. Ну, как? Да все вполне логично. Гитлер не раз обманывал Японию. Почему проиграли молниеносную войну так хорошо продуманной каное? Потому что Гитлер поставлял чай-конше оружие и держал там своих советников. А как поступил Гитлер, когда Япония терпела поражение за поражение на Холхенголе? И все, ребят, потому что он хочет завладеть с их Тихоокеанскими колониями. А человек, претендующий на мировое господство, способен на все. А от Заки думает, что Каное прекрасно сейчас понимает, что единственный разумный выход для него это начать параллельные переговоры с Советским Союзом. Ико, неужели война неизбежна? Они не там. Понимаешь ли, в чем дело? Что? Если один сумасшедший заставляет всю нацию на мир смотреть через прицел, боишься, да. Господи, боже мой. Бедные немцы. И все остальные тоже. И все остальные тоже. С co rest Господа, покупайте сосиски аншигер, они вечные как время и свежие как газетные новости. Господа, покупайте сосиски аншигер, горчицы бесплатно. гарчица бесплатная. Господа, покупайте сосиски эншиг Ig 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 статус у жены посла. Как вам портрет? Вы знаете, фрау, меня интересует не столько внешнее сходство, сколько внутреннее видение японского художника. Ну, то, как он представляет нашего фюржа. Я согласен, это немного примитивно, но вы знаете, достаточно искренне. А по-моему, это мазня. Доктор прав. Именно. Искренность. Дадите мне одну на пробу? Конечно, прошу вас. Благодарю. О, пожалуйста. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно выглядишь. Благодарю. А только пропах этими сосисками на кочках ногтей. Ну и что ты там делаешь? Вылизывает важного гостя из Берлина. Тебе не кажется, что намечается что-то серьезное? Пойду узнаю. Не забыть рассказать мне, прошу. Не забыть рассказать мне, прошу. Госпожем вас. Вы что, хотите уморить своего гостя голодом? Прошу вас. Поварские сосиски. Горчица. Вот и Зорге. Знакомьтесь. Полковник Шильднехт. Сосиски очень кстати. Доктор Рихард. Зорге. Вашим услугам. Рад служить. И кто ж вас не знает. Ваши статьи цитируют в Берлине. Я благодарю вас. Ну, а что нового в столице? Последняя новость – перелёт Герса к англичанам. Ну да, я это слышал. Ну и как вы думаете, это что, предательство? Исключено. Фюрер не сомневается в его преданности. Скорее всего, бедняга просто сошел с ума. Он пять месяцев к этому готовился. Написал письмо фюреру, что хочет помочь спасти нордическую расу. Бедный Гесс. Вот к чему приводит эта дурацкая тяга к мистицизму и астрологической дури. Фюрер опасается, что союзники подумают, что Гесс полетел туда. Для того, чтобы вести переговоры о сепаратном мире. И тройственный союз может развалиться. А сейчас это очень не кстати. То есть вы имеете в виду войну с Англией? Нет, дорогой. У Германии есть более важные задачи. Гитлеру вовсе не нравится воевать с Англией. Но он вынужден делать это, пока у власти находится этот шут. Черчилль. И вся эта кучка сумасбродов, управляемая евреями. Чем бы ни закончилась война с Англией, выиграют от этого только Америка, Россия и Япония. Ну, это я понимаю. При всей своей симпатии Америка очень радуется нынешним потерям Англии. Уж очень хотят прибрать к рукам их колонии. Да, но Америка далеко. А вот Россия, этот хитрец Сталин рассчитывает, что Америка вступит в войну. И тогда года через три мы окажемся совершенно обескровленными. И вот тогда он и нападет. А фюрер не может себе позволить, чтобы Сталин обманул его. Господин Шильдингт прибыл к нам, чтобы помочь подготовить договор между Германией и Японией. Военный. Ты понимаешь? Так что мы тут без тебя. Так все-таки война с Россией. Ну, а как же пакт? Доктор Зорге. Эй, Геннадий, мне нужны последние сводки и документы, что ли. Необходимая война на столе. Возвращайся быстрее, без тебя тут скучно. Благодарю вас. Ваша сосиска. Присоединяйте. Виктор, дорогой, я думаю, что все это может подождать и до завтра. Предлагаю выпить что-нибудь покрепче. Господин полковник, честно, я сам хочу сбежать, чтобы избавиться от обязанностей продавца сосисок. Да, если вы хотите иметь маломальский приличный анализ ситуации, то мне надо подготовиться, извините. Благодарю вас. Рихард, ну, мы будем танцевать? Обязательно, бать. Обязательно. А сейчас у меня к вам ответственное задание. Держите. Вы должны распродать все эти сосиски. А деньги отдать госпоже. Так. Вы знаете, что эти деньги пойдут на благотворительные нужды, да? Да. Я думаю, что вот такой красивой девушке, как вы, это получится гораздо лучше, чем у такого старого ворона, как я. Итак, попробуйте. Сосиски. Знаю, знаю. Моё, аншигер. Они вечны, как время, и свежи, как газетные новости. Покупайте сосиски и горчицы бесплатно. Хорошо. Идите. Сосиски аншигер. Они вечны, как время, и свежи, как газетные новости. Покупайте сосиски и горчицы бесплатно. Сосиски аншигер. Горчицы бесплатно. Есть сигнал? Нет. Понятно. Продолжайте слушать. Продолжайте слушать. Доктор Зорги. Ну, нельзя же столько работать. Я продала все сосиски. Господин посол велел вас отсюда вытащить. Без вас там такая скука. Даже потанцевать не с кем. Все вьются вокруг берлинского гостя, как будто нет ничего важнее этих сплетен, что он привёз. Вась, что ты за всплетни? Дорогая бодрица. Представляете, во всей Германии введены продовольственные карточки. Как хорошо, что мы все-таки здесь. И так хочется потанцевать. И не думать обо всех этих ужасах. Все только и шепчут, что о новой войне, Рихард. Я приду ровно через пятнадцать минут. Только уберу документы на место. Через десять. Хорошо. Через десять. Только не сдумайте ни с кем танцевать. Дуэли нам сейчас не нужны. Продолжение следует... Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гонщик, я поехал ДимаTorzok 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 Д Không ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Странно. Столько поставлено на карту, а он спокоен. Продолжение следует... Продолжение следует... Рихард, я готова ехать, но ты знаешь, что после объявления войны Япония закрыла границы. Я знаю, Анечка, я знаю, знаю. А что делать? Какую часть информации можно передать по радио? Макс, ты по радио это количество информации будешь передавать две недели. Макс, о чем ты говоришь? Это не вариант. Нет, ребята. Надо искать курьера. Я заходила в золото Рейден. Знаю, что твоя Японка на работе. Гельма, я... Я очень виноват перед тобой. Ты свободный человек. Тебе незачем оправдываться. Да нет, я... Я правда виноват. Все, что между нами произошло, это был... Романтический порыв. Мы хотели вернуться в свою юность. Ты знаешь, я очень рад, что эта попытка была. Поверь, что я был счастлив. Счастлив за очень многие, многие годы. Рихард, я пришла попрощаться. Уезжаю в Берлин. Берлин? Да. Меня здесь больше ничего не держит. Ну, а что же тебя будет держать в Берлине? Ты что, забыл? У меня там дети. Ты же говорила, что каждый из них живет теперь своей жизнью. Вот так. И каждый из них хочет связать свою жизнь с этой проклятой войной. Я так боюсь за них. Особенно за сына. И, конечно, мне сейчас лучше быть с ними. Может быть, удастся уберечь их от бездумных поступков, которые так свойственны юности. Ты летишь Берлин самолетом? Нет. Ты же знаешь, я боюсь летать. Буду добираться морем. Сначала до Шанхая, оттуда домой. Придется целый день провести в этом чудовищном Шанхае. У меня в Шанхае куча друзей. Есть очень близкий друг. Он может тебя встретить. Помучь, если хочешь. Да? Это было бы прекрасно. Если я не стану для него обузой. Да что ты. Он будет только счастлив. Да, кстати. Может быть, заодно передашь вот эту статуэтку. Ты знаешь, он жуткий коллекционер вот этих самых вещиц. А я по случаю прикупил. Я передам. Прощай. Прощай, Ика. И постарайся быть счастливым. Господин полковник, я обращался к вам с просьбой предоставить мне материалы на немецкого журналиста Зорге. Вы обещали дать распоряжение. Но прошло много времени, а я так ничего и не получил. Какой немецкий журналист. Я тебе запретил упоминать об этом. Уясни, наконец, это не наше дело. Я не желаю, чтобы ты занимался всей этой чушью. Тем более, прошло столько времени. Я должен доказать самому себе, защитить свою честь. Я был в двух шагах от того, чтобы его раскрыть. Но вмешался подполковник Кавайи и все испортил. Мало того, что он пренебрежительно отозвался обо всей нашей службе и, извините, лично о вас. Как он меня назвал? Я не хочу произносить это вслух. Всегда знал, что Кавайи подонок. Господин полковник, я снова обращаюсь к вам с просьбой. Прикажите, чтобы мне выдали дело без бюрократических проволочек. Я хочу доказать нашу правоту. Будь по-твоему. Я распоряжусь, чтобы тебе прислали информацию. ГУДКИ Сегодня последний день УБОНа. Странный праздник для европейцев. Вы поминайте умерших, а все вокруг танцуют, поют, веселятся. А вот для нас в этом празднике ничего странного нет. По традиции считается, что душа умершего уплывает от нас по реке, вот за этими фонариками. А потом, приняв другой облик, душа возвращается. Умно. Да действительно не о чем говоривать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скажи, а почему на некоторых по два фонарика? Это супруги. Или влюбленные. Что они всегда одно и то же. Уверена, после того, как нас не станет, наши с тобой души тоже уплывут на одном плоту. Господин Зоргий. Нам с тобой пока рано об этом думать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Единственное, чем я не согласен с фюрером, что курение – это декадентство и месть краснокожих дел им за огненную воду. Да, борьба с курием в Германии приобретает какие-то нездоровые формы. А ты знаешь, что Гемер запретил своим сотрудникам курить в рабочее весло, я шел. Но солдат не может ни курить на войне. Я слышал, в Крыму замечательные табаки. Так, значит, все-таки да? Да. И когда? 22 июня. Воскресенье. Ну, почему именно воскресенье? Так, ты не знаешь? Наш фюрер принимает самые важные решения только по воскресеньям. Он верит в особенное, предопределенное значение дней и чисел в своей жизни. Воскресенье – самый счастливый его день. Я приказал сотрудникам посольства дежурить в ночью субботу на воскресенье. Германия нападет на Советский Союз через три дня. Двадцать второго июня. Четыре часа утра. Макс, передавать. Готов? Да. 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 Четыре часа утра. Четыре часа утра. Макс, передает. Хрин. Четыре часа утра. Четыре часа утра. То-четыре часа утра. В городе был пойман сигнал нового радиопередатчика. Мы их десятками ловим каждый день. Что себя так заинтересовало? Судя по почерку, это тот самый радист, которого мы выслеживали в прошлом году. Тот радист упал со скалы, если ты помнишь. И по утверждению начальства, он был американцем. Прошу прощения, господин майор, но это точно тот самый радист. Он пытается шифроваться, менять свои манеры, но у него не получается. Я его узнал. Ты уверен? Откуда сигнал? В районе Адзабуку. Самый центр. В условиях города нужно действовать скрытно. Используем ранцевые пеленгаторы. Поднимай все подразделения. Выступаем сейчас же. Хайл! Слушаюсь. Макс. Успокойся, возьми смешку. Выдашь свой почерк. Успокойся. Господин майор, есть сигнал. Все по машинам, отправляемся. По машинам, отправляемся. Через минуту заканчивается время, Макс. Почему Москва молчит? Где подтверждение полученной информации? Почему тишина в эфире? Будем передавать еще раз. Будем повторять, пока не услышат. Готов? Да. Готовы? Да. Ждем ваших приказаний. Первый, второй взвод на связи? Так точно. Начинаем. Есть. Садимся. Быстрее, быстрее. На запасной частоте тоже ничего. Надо передавать еще раз. Опасно. Нас могут засечь. На кону сотни тысяч жизней, Макс. Мы должны добиться, чтобы нас услышали. Да. Редактор субтитров А. Почему они не отвечают? Я не знаю, Макс. Хозяин, нужно уходить. Полиция! Быстро все разбирай! Быстро! Отдай! Быстрее! Быстрее! Да! Уезжайте, хозяин! Быстрее! Быстрее! Уезжайте, обычнее! при помощи. j Кі 강 Кі 강 Кінеod Кінец Срочное донесение от Рамзая. Каков будет ответ? Никакого. Положи в папку сомнительное. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Ранним утром 22 июня войска немецкого вермахта по всей ширине Европейского фронта перешли в наступление на большевистскую Россию. Мы успели предупредить Москву? Так почему СССР застали врасплох? И почему немцы почти не встречают сопротивления? Ну, видимо, Москва нам не поверила. Центр на связь не выходит. Нас сбросили, Хадзовы. Почему? Я не знаю. Работать дальше не уже никакого смысла. Надо распускать в руку. Что? Рихард? Как же так? Нам и раньше не очень доверяли. Да не волнуйтесь. О вашем существовании знают лишь пара человек. Но зачистить хвосты не помешает. Так выходит, все зря, и мы рисковали напрасно? Теперь, когда мы нужнее всего, нас выбрасывают на помойку? Мы об этом мечтали? Я не верю в это. И не собираюсь сдаваться. Ты меня убедил когда-то, чтобы я сделал выбор. Моей жизнью стала борьба. И теперь она проиграна? У меня нет ответа на этот вопрос. Дамы и господа, я предлагаю поднять этот тост за победу германского оружия. Ура! Ура! А знаете, очень хорошо, что фюрер решил наказать русских. Ну, сколько раз он говорил о побережье Черного моря, о нефти, которой нам так нашли. Русские не пошли к нам навстречу. Пусть отвечают сами. Мы все возьмем силой. Рихард. Говорят, на Черном море так красиво. Вы знали? Послушайте, вы. А что вы знаете о России? Она нас сотрет в порошок! И правильно сделает! Вихард, Вихард, Вихард. Прекрати разыгрывать из себя русского. Тебе это не идет. Пошли. Давай лучше выпьем с тобой за победу германского оружия из-за фюрера. И пойдем спать. Ты явно перебрал сегодня. Вихард. Вихард. Не верите? А? Да и черт свалил. Господа, ну что вы, в самом деле, что он первый раз перебрал, что ли? Ничего страшного. А на-ка, сыграйте для нас что-нибудь веселое. Господа! За отечественники, немцы! Я поднимаю этот тост за нашего фюрера. За вождя германской нации. За победу немецкого оружия. Ура! 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Прости. Я соскучился по тебе. Прости, мне не здоровиться. Нужно быть доктором? Доктора нет. Нет, я гендоктор. Мне точно не нужен. Ложись. Спокойной ночи. Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К удивлению германского командования, русские оказывают отчаянное сопротивление. Они дерутся до последнего, но не могут серьезно затормозить продвижение противника. Уже через шесть дней немцы подходят к Минску. Отсюда открывается путь на Витебск, Смоленск и далее на Москву. Москва передает, что Германия вероломна без объявления войны. Напала на Советский Союз. Но ведь это же неправда. В Кремле же все знали. Да какая теперь разница? Да, ребята, это... Черный день. Но как бы то ни было, я хочу сказать, что мы... Продолжаем работать. Включай рацию, мне нужна связь с сыном. Я думаю, что там сейчас не до нас. Это важно для меня. Это важно для всех нас. Передавай. Выражаем наши лучшие пожелания на трудные времена. Весь коллектив будет упорно выполнять всю необходимую работу. Рамзай. Радист сократил число сеансов связи. И за сегодняшний день трижды менял место. Даже при помощи новых пеленгаторов мы не можем его засечь. Ясно. Работайте лучше, чтобы ни в чем ему не уступать. Я предполагаю, радисту стало известно про поступление новейших пеленгаторов. Это секретная операция. Они знают только на самом верху. Ты считаешь, что среди нас предатель? Постой-ка. Может быть, ты подозреваешь меня? Я никого не обвиняю. Вам виднее. Я просто высказал свое предположение. От тебя не требуется высказывать предположение. Твоя обязанность докладывать обстановку. Решать и делать выводы буду я. Ясно тебе. Не указал. Так точно. Господин полковник, прошу вас только после вас. В районе запеленгованного сигнала опять появился немец Зорге. У меня нет сомнений, что он русский резидент. Почему вы не доложите об этом Кавайе? Я видел Зорге вместе с Кавайей. Они друзья. Мой доклад просто выбросят в мусорную корзину. Может быть, Кавайей информатор немца? Я хочу тайно обыскать дом Зорге. Мне понадобится твоя помощь. Я готов. Это незаконно. Нас могут выгнать со службы. Я с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я бы не проще оказаться с такой в кровати. Впрочем, можно и без кровати. Почему наши женщины такие шлюхи? Прыгают в постель. То к немцам, то к американцам. Много ты понимаешь в женщинах, молокосос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончу. Закончу. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вы опять меня напугали. Не ожидала вас увидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотел сказать, вы не можете встречаться с этим немцами. Вы что, следите за мной? Зорге – советский шпион. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, сводить счёты с соперником, как это недостойно мужчины. Поверьте мне, это правда. Держитесь от него подальше. Уберите руки. Послушайте, это неправильно. Пропустите. Он обманщик, негодяй. Да вы мизинце его не стоите. Ничтожество. Я не хочу вас видеть. Песня. Субтитры сделал DimaTorzok Господин, можно войти? Заходи. Я заварила вам чай, господин. Я не хочу, чтоб ты называл меня господином. Хорошо, господин. Рихард. Рихард. Ну, скажи, Рихард. А можешь мне сказать, как тебя называла эта девушка? Это не важно. Рих... Рихард, ну... Ты ведь обещал. Ты же говорил, что расскажешь мне о ней. Мы познакомились в девятнадцатом году. В Берлине. В госпитале. Она меня смешно называла. Мой солдатик. У-у-у. Мы с новобранцем бежим в атаку. Кажется, у него была фамилия Мюллер, а русский плотно кроет из гаубиц. Ну, приходится передвигаться перебежками от воронки к воронку. И вот в очередной раз выскакиваем мы из ямы, и нас накрывает взрывом. Он падает, я падаю на него. Прихожу в себя, моя башка лежит у Мюллера на заднице. Чувствую вонь. Говорю, Мюллер, ты что, обосрался? Он говорит, да, еще в самом начале атаки. А атака началась час назад. Вот здесь ты и будешь работать. Сюда привозят всех раненых, а потом приходит врач. Займешься им? А почему им? Вообще-то я старше и красивее. Фельфебель, как вас там? Клодз. Клодз. Вами займусь я. Снимайте штаны. О-о-о. Ну вот, почему мне всегда достаются женщины старше меня? Помню, один раз стояли мы подровно. В общем, если будете болтать, я сделаю вам очень больно. Я Рихард. Гельма. Вы новенькая? Да вы не переживайте. Поначалу все крови боятся. Гельма, если вы мне сделаете больно, то я не обижусь. Я привык. И ваша встреча оказалась смешной. Ну, хочешь, я уберу эту фотографию? Нет. Тот, кто воюет с прошлым, боится будущего. Да я не боюсь. Этой женщины нет в моем сердце. В нем только ты. Держи. От тебя. Держи. От крови. От крови. Прости. Ты со мной. Только это одно и важно. Прошло уже более тридцати дней с начала нашего наступления на большевиков. Нельзя сказать, что дни были легкими. Война заставляет нас разрушать то, что было создано и построено Советами. Но, несмотря на все сложности, наша армия продолжает продвигаться дальше. Витяна Вася сейчас слушает весь мир. Слышал, как успешно развиваются наши наступления? Да, наши танки уже в Орле. Триста сорок километров до Москвы. Неделя. Уверен? Ну, максимум две. Позавчера Ферр в обращении к войскам сказал, это последняя решающая битва этого года. Москва, Москва, сердце сей. Если мы возьмем, Москва, СССР перестанет существовать. А Наполеон уже брал Москву. Что из этого получилось? Вышла сквер, да. Наполеон был француз. Но это немцы. Как ты думаешь, Япония скоро вступит в войну против России? Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Если бы, знает. Осенью сорок первого года под контролем оккупационной армии находятся Киев, Одесса, Харьков, Донецк, Смоленск, Орел, Брянск. Ленинград окружен кольцом блокады. В Токио внимательно следят за развитием событий. Министр Муцуоха говорит, настал идеальный момент для захвата Сибири и Дальнего Востока. Семисоттысячная Квантунская армия уже сосредоточена на манджурской границе. Стоит отдать приказ, и она перейдет в наступление. В этом случае Советский Союз обречен. Ленин нам оставил великое государство, а мы его просрали. Если Япония войдет в войну, это будет плохо. Ситуация очень тяжелая. Что там, этот немец в Токио? Есть какая-нибудь информация? Пока информации никакой нет. Но группа работает над ее сбором. Пусть поторопятся. Передай, что Москва настоятельно просит разобраться в ситуации в течение двух недель. Из той информации, которую прислал Рамзай, понятно, что японцы пока сами не знают, с кем им лучше воевать. Э-э-э, это большие хитрецы. Они водят за нос и меня, и Гитлера. Решение давно принято. И я хочу его знать. Так и передай нашему Рамзаю. Сейчас самое главное узнать, способна ли Япония напасть на Советский Союз. Бранко, мне нужно, чтобы ты по своим каналам узнал, какая информация есть у американского и английского посольства о запасах горючего в Японии. Я думаю, что больших запасов у них нет. Особенно для сухопутных войск. Следовательно, длительной затяжной войне на континенте империя не готова. Изменение темпов нападения гитлеровцев на Восточном фронте говорит о том, что война не будет молниеносной. А японская экономика затяжной войны не выдержит. Рихард, я восхищаю с тобой, Рихард. Трескотня, барабанный бой, ось, братья. А все решают цистерны с нефтью. Как это ни странно, да. Макс, вот эту информацию надо передать в центр. Выйдешь коробками в фирму. Предлагаю выпить за Великобританией. Бравь, Британия! Келич, ты француз? Я хорват. Не вижу разницы. Мы англичане, французов всегда били. Французы. Ужасные трусы. Давай за это выпьем. Нас ему никогда не взять. Мы империя. Гитлер мыльный пузырь. Он сдуется сразу под нашим натиском. Это я тебе говорю. К военной атташе. Да, да. Па-па. Пара-па-па-па-па-пам. Пара-па-па-па-па-пам. Давай. Па-па-па-па-па-пам. Нашел я чудный кабачок. Вино там стоит пятачок. И вот с бутылкой сялое на воде. Не плачь, малышка, обо мне. Так будь здоров. А вернусь не знаю, а пока прощай, прощай, и друга не забудь, давай, то ли уходим на липуть, к тебе я постараюсь завернуть, как-нибудь, 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 как раз, салам, ах, и равно, ах, скучно, ну и пусть, Как-нибудь, я, может быть, вернусь, так будь здорова, дорогая, я далеко уезжаю, никогда винусь не знаю, а пока прощай, 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 New rivers Остан Русі Русі КОНЕЦ Это информация от Инвеста и вместе с материалами от Джигала только подтвердит нашу первоначальную информацию. Кстати, Макс, Москва подтвердила адреса? Да. Два адреса в Берлине, один в Пекине, один в Нью-Йорке. Отлично. Завтра будет нам их надо отправить. Хотя нет, пушка, лучше это сделает Анна. А мы с тобой составим донесение и свяжемся с Москвой. Господин посол. Чем же господин посол сегодня у нас так озадачен? Поднимаю тосты у этой карты за победу германского оружия. Ну и все же. Да, ты прав. Никогда не перестану удивляться твоей проницательности, Рихард. Чего не скажешь обо мне? Да. Да, благодарю. Сердце? Не обращай внимания. Просто нехорошо себя чувствую. Может, врача? Сегодня я получил шифровку из ставки фюрера. Приказано проинформировать японский генералитет о наших успехах под Москвой. Срочно проинформировать. Ну и к чему такая поспешность? Вчера я получил телеграмму от рейхс-канцлера. Ибентроп требует, чтоб мы заставили японцев начать войну против русских как можно быстрее. Ну ты же сам недавно говорил, что вермахт намерен добыть победу один. Ни с кем не хочет делиться лавру. Времена меняются. Фюрер хочет сделать подарок японцам. Ты бываешь удивительно наивный, мой друг. На данный момент мы должны силами японцев сковать Дальневосточную особую армию, чтобы не дать им возможности перекинуть хотя бы одну ее часть под Москву. Это хорошо организованная боевая армия, которая прошла практику под Хасаном и на Халкинголе. Ну, в Японии пакт, а не нападение с советами. Пакт. У нас тоже был пакт. Японцам близки наши принципы дипломатии. Стакан воды. Спасибо. Кофе. 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 Хонзиу и генерал Дейхара. Я очень многого жду от этой встречи. Очень. Она наконец-то должна нам все объяснить. Доктор Зорга. Рад встрече. Сто лет не виделись. Господин Клаузен, присаживайтесь ко мне. Спасибо. Чаю, господин. Здесь то холодно, то жарко. Сейчас бы пивка, но тут даже саке приходится пить теплым. Это срочно. Передавать не из дома. Опасно. Вы устроите сбранку пикник. Аннушку вам пожарят великолепную колбаску. У вас замечательный бизнес, господин Клаузен. Замечательный. Если бы не моя любовь к журналистике, поддался бы вам в компаньоны. Одно другому не мешает. Можно подумать. Подумайте. Пора бежать. Журналисты, как известно, ноги кормят. Позвольте мне расплатиться. Ну что ж, спасибо. Спасибо. Был раз в встрече. О, очень приятно. Благодарю. Благодарю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Чай? Угу. Ну, что в донесении? Еще не посмотрел. Не понимаю, куда подевался. Что? Бортмане с донесением. Когда ты видел его в последний раз? Когда расплачивался с таксистом, потом шунул в карман. Значит, сумма мимо. Что там было? Двести ян. Права, визитка и... Макс. Макс. Таксист отнесет портмане в полицию, а там... Так. Сидите дома. Закрывайтесь на все замки. Отпускайте работников. Я постараюсь что-то предпринять. Бранта! Умоляю. Только ничего не говори Рихарду. Как? Макс. Ты должен пойти в полицию. Мы должны опередить события. Умоляю. Здравствуйте, господин полицейский. Мне сказали, что вы занимаетесь потерянными вещами. Вы что-то потеряли? Эм... Такси. Портмане. Заявление в канцелярии оставьте. Вы... Вы знаете, у меня... деликатное дело. Видите, моя... жена. Если она узнает, что я... Ну, она меня называет... Ну, это не важно. Вы знаете, как только... Если бы сразу... когда таксист... вернет... Портмане... Вы лично могли бы... Ну, вы понимаете... Ну, конечно. Жена бы меня заставила сделать харакири. Вот моя визитка. Позвоните мне. Я буду вам очень благодарен. Позвоню. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Что, если этот толстяк сам решит заглянуть в портмане? Ну, что он там обнаружит? Записку на английском языке? Ты бизнесмен. У тебя могут быть дела с английской фирмой. Макс... Успокойся. Не думай об этом. Макс... Я тебя очень прошу, иди спать. Ну, это конец. Анечка, спрячься. Спрячься. Нет. Лучше уходи. Уходи через черный ход. Да, к Рихварду. Он что-нибудь придумает. Уходите. Макс, успокойся. Так, я пойду открою. Дед, дед, дед! Уходите! Уходите! Макс! Здравствуйте. Я подумал, что если в такую непогоду вас выгонят из дома, это будет очень несправедливо. А, я вам что-то должен за доставку. Да-да, конечно. Это все из-за той маленькой записочки, что лежит в портмоне? Наверное, от прелестной англичанки. Очень вас понимаю. Вы очень доказливая, господин Бельцейский. Благодарю вас. А, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Думал, что все. Сейчас выскочит рот и японцев, и нам конец. Хорошо, что все обошлось. Макс. 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 Привет, Рихард. Лежи, 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 лежи. Ну, что, инфаркт становится модной болезнью? Ну, что? Разваливаешься на ходу. Что было в той шифровке, которую я потерял? Что? Инвест сообщает о совещании у премьер-министра. Японские военные не могут прийти к согласию о нанесении главного удара. Это либо юг, либо восток. Сейчас. Макс, что делаешь? Макс. Сейчас. Ты что, сон была совершила? Ты сон совершил? Буду передавать прямо отсюда. Рихард. Ты понимаешь, с чем это может для тебя закончиться? Если составить короткий текст, они не успеют нас засечь. Лихард, это безумие. Анечка, так нужно. Это война. И мы в бою. И будет и длиться уже одиннадцать лет. Ань. Анечка. Неси наше хозяйство. Неси наше хозяйство. Это Клаузин для начала. Его прошлое нам пока неизвестно. Паспорт новый. Откуда он взял первоначальные средства, непонятно. Принес наличные в банк. Бизнес процветает. А это Тагаки. Где он работает, нам неизвестно. На что живет тоже. Нужно организовать стенографию в телефонных разговорах Клаузина. Да, и поставьте у дома Тагаки круглосуточные наблюдения. Да, понял. Слушаюсь. Все, стоп. Успел. Мы не можем до бесконечности сокращать время передачи. Рано или поздно новейшие пеленгаторы нас засекут. Ну и что ты предлагаешь? Нужно менять место передачи. Можно выехать за город в соседнюю префектуру. Это опасно. В любой момент машины могут проверить. С твоим сердцем вообще необходим полный покой. Какой выход? Я не знаю. Когда меня сюда переправляли, меня везли морем через Корею. Сначала на лодке, потом на катере. Он связывался с Берегом по рации. И говорил, что это абсолютно безопасно. Что рацию засечь в море нельзя. Жди нас за мысом. Ровно через три часа. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин майор, мы снова засекли этот передатчик. Ты уверен? Да. Очерк один и тот же. Место знаешь? Да. Сигнал был с моря. Понятно. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь документы и полная информация об объекте за весь прошедший день. Самое интересное было ночью. Зорги, Клауз и еще японец рыбачили. Но что интересно, рыбу они купили заранее. У них с тобой было что-то похожее на рацию? Я не уверен, вот, если бы подойти ближе, там-то японец. Там еще пеленгаторы были. Вероятно, вы правы. Мне нужны доказательства. Я жду доклад о Клаузане и японцах. Пора разобраться, что это за людям. Верну. Заплати по счет. Эй, ты! Дай мне виски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...